Сегодня 19 мая, на завтра стоит первый день без дождя, до этого дождь постоянно был, холодно по-прежнему, в обед даже ветер вроде бы должен уменьшиться немножко. Я решил завтра куда-нибудь прокатиться опять. Наметил вот примерный маршрут от Краснослободской по асфальту, доеду в Новую Карьгу, здесь перееду через Севинь, в Заречную Лосевку, вот здесь вот сверну по лесу и загляну, вот здесь вот когда-то было урочище Красное Ромино, это деревенька какая-то была небольшая, видимо, вообще уже ничего не осталось тут, просто загляну, посмотрю на полянку, потом опять по дороге вот здесь проеду и на газовую трассу. По газовой трассе доберусь до Долговеряс, здесь вот заеду с этой стороны, я в Долговеряс их в тот год, по-моему, я был по осени, но я вот здесь вот, вот с этой дороги я заехал, вот по этому краешку проехал, вот на эту улицу заглянул на крайний, и потом поехал вот по этой дороге дальше, то есть и вот здесь я еще проезжал как-то, но это не в тот год, а до этого еще как-то заезжал. А вот в этой части-то я не был, здесь вот как раз осталась школа, говорят, довольно крупное здание, загляну в эту школу, посмотрю, что от нее осталось, интересно. После Долговеряс поеду дальше. Так, из Долговеряс, скорее всего, придется вернуться назад, вот по этой же дороге, вот здесь вот на газовую трассу опять выехать, потому что здесь вот овраг большой, я помню, плохо по нему переезжать, к тому же по такой весне там наверняка все будет склизко, водой затоплено, да и вот здесь вот дорога такая хреновенькая, так что лучше вернуться на газовую трассу и по ней поехать до Мироновки. В Мироновке я тоже уже бывал, один раз-то точно, может быть, даже пару раз заезжал, уже точно не помню, но это было уже давно, в 2015 году, по-моему, последний раз я в нее заезжал. Посмотрим, что там в Мироновке осталось, заснимем. И вот здесь вот от Мироновки была дорога когда-то в Новую Саловку. Вот в 2015 году я тогда еще на Ирбисе ездил, я из Новой Саловки, наоборот, проезжал в Мироновку и плохая уже здесь дорога была. Но будем считать, что получится проехать в Новую Саловку. В Новой Саловке я тоже был последний раз в 2015 году, на Ирбисе как раз проезжал этот маршрут. А вот здесь вот чуть повыше Саловки, я еще смотрю урочище Кордон Бабушкин. Наверное, тоже пару домиков каких-нибудь стояло. Просто небольшая полянка, но тоже загляну для интереса. Из Новой Саловки дорога в Каймар должна быть. Я по ней проезжал, там пару мест тоже затычных есть, где овраги, размывало их сильно. Но я на Ирбисе проехал. Не знаю, как будет на боксере, к тому же по такой весне дождливые, холодные. Каймар довольно большое село. Можно будет по нему прокатиться, там из стороны в сторону посмотреть. Вот эта улица, на ней еще наверняка люди живут. А вот эта улица неизвестна, есть тут живы или нет. Но я хочу проехать и здесь, посмотреть. И после Каймара вот по этой дороге поеду в Семеновский. Здесь уже точно никого не живет давно. Но вот какие-то строения еще виднеются за 2014 год карта. Посмотрю, что здесь осталось. Из Семеновского можно выехать в Севень. Должна быть дорога более-менее. Я думаю, из Севень ее народ накатывает. Но в саму Севень я заезжать не буду. Смысла как бы нет. Нету я вот здесь вот, скорее всего, здесь вот должен быть проезд-то. Да, вот дорожка имеется какая-то. Хочу вот здесь вот по краю Севени проехать и в большевик заехать. Посмотреть, что в большевике сейчас имеется. Ну, а из большевика уже вернуться опять в старое Синдрово. И здесь, скорее всего, я... Так, вот до сюда я даю по асфальту. А здесь по полям вот. В новую карьгу. Ну, а из новой карги я, скорее всего, уже по асфальту домой. А тут вот в этих лесах, конечно, то еще удовольствие по весне кататься. Особенно по такой сырой. Не факт, что я смогу здесь проехать по этому маршруту. Там наверняка оврагов затопленных полно всяких будет. Ну, рискнем. Посмотрим, что из этого получится. Потому что этот маршрут я на новой камеры не снимал. И проезжал довольно давно. Семь лет назад это уже дело было. Камеры у меня тогда хреновенькие были. Хочу обновить его. 20 мая. Охренеть, на градуснике плюс полтора градуса. И прогноз погоды опять изменили. Сегодня всего плюс 9 стоит. И небольшой дождь даже в обед поставили. У меня пчелы... Иву не видели. Просидели в ульях. Ива отсвела по холоду. И вот яблони в этот год хорошо цветут. Вот сады все. Но тоже с них никакого приноса нету толкового. Потому что холод. Нектар не выделяется. Сейчас еще на заправку нужно заехать. Будет. Так-то бензин у меня там хватит. Но заправлюсь до полного бака. Надежнее будет. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Еду по асфальту 50 км в час На удивление руки не мерзнут Хотя вот в тот раз я выезжал Плюс 6 было А в этот раз плюс 2 В тот раз руки мерзли, а в этот нет Как это работает, хрен знает Зато сам замерз весь ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как же я дубил Поначалу-то вроде ничего так было А вот под конец Здесь уже совсем немного осталось по асфальту ехать Замерз весь И руки стали мерзнуть Это старец Осевини Там, вот смотрю Даже мостик сделали деревянный На старом месте Пролеты только большие Брёвна не очень толстые Прогнулись уже А здесь вот с правой стороны Смотрю, ручей впадает Небольшой А, это просто ручеёк Я думал, какая-нибудь речка небольшая Но это просто с разливов ещё течёт До сих пор рыба цветёт Так, сейчас до Севини ещё доеду Там остановлюсь тоже Ну а потом лес Солнышко проглядывает Сейчас выглянет Вон там уже на бугре освещает Это я подъехал посмотреть на старый мост Солнышко проглядывает там вон над лесом поднимается туман я так думаю, это туман, больше нечему и с правой стороны, вон туда вон еще тоже белое облачко виднеется видать овраг там, ложбину вижу и вода в ложбине собирается поэтому туман а вот и сама Сивини полно в ней пока что воды вообще такое ощущение, что разлив только-только закончился хотя вся эта вода от дождей уже пришла впереди заречная Лосевка вот этот дом, кстати, крайне на вид частенько висит продают его цену я только что не помню тут, кстати, дождь был ночью все сосны стоят мокрые дороги тоже все сырые чувствую, накатаюсь и сегодня сосна какая красивая, живописная началось так Смотрите продолжение в следующей серии. Здесь сосновый лес, дорога песчаная, но вот эти болота через каждые тут 50 метров. Такая вот болотина и объезда добром нет. Ну просто пипец я, как по такой дороге ехать. Жесть. Да, к кордону чувствую, если я и попаду, то только пешком. Дорога заросла уже полностью и еще затоплены болота кругом стоят. Доехал я до ответвления. Вот это полянка, куда я хотел попасть. Вот эта дорога на газовую трассу ведет. А вот это к кордону. Раньше, видимо, там какая-то деревенька была. Ладно, пешком-то пешком. Пешком-то хрен пройдешь. Яма глубокая. Идти не очень далеко. Время есть вроде. Пойду схожу. Ух, тут дебри лютые уже. И целые озера вон. Очередной завал на дороге. С правой стороны обходить буду. Меня вот терзают смутные сомнения, что по такой дороге я смогу попасть из Мироновки в Саловку. Когда деревня-то была, это все территории свободные от леса были. А потом на них березы выросли. Вон там же впереди просвет виднеется. Полянка. Пришел. Вот здесь когда-то была деревня. Но это было так давно. Видать, до моего рождения она уже исчезла. Все, что от нее осталось, это пара полянок. Вот эта полянка первая. И вот за этой полоской с деревьями вторая полянка еще. А вот вижу заросли малины. Непонятно, дикая или осталась с тех времен, когда здесь деревня была. Вторая поляна. Она побольше первой. Возможно, здесь основная улица была. Никаких намеков на то, что я здесь когда-то стоял деревню, я не увидел ни фундаментов старых, ни столбов. Просто две чистых поляна. Я вот думаю, когда эта деревня еще была жива и случалась вот такая затяжная весна, дождливая, какая же тут задница была, чтобы отсюда выбраться. Хотя когда эта деревня еще существовала, наверное, и выбираться-то особо незачем было. Мукой закупились, досидят тут, хлеб пекут, скотину держат. Черт его, гоп-рошка не дает мне нормально записать. Постоянно отключается. Замерзла. В чем я там говорил-то? А, то, что лес был чистый, все проветривалось, и вполне возможно, что дорога была сухая, нормально выезжали. Что-то такое говорил. Вот опять забрел. Прям пройдешь тут. Теперь вдолговерятся. Сейчас на газовую трассу выйду и вдолговерятся. Если какое-нибудь болото грандиозное попадется, на дороге сниму. А так без съемки поеду, нечего здесь снимать особо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...